Театр Театр детский, назывался он «Дарунок неба», там выступали детишки со спектаклями, читали стихи, отрывки из поэм. Их руководитель Сергей Смирнов, уже известный человек не только у нас в Николаеве, но уже по всей Украине. И вот получилось так, что к нему пришли мамы от тех деток и сказали, мы тоже хотим играть. Вот они сейчас здесь все сидят, смотрите на них. Ну, я бы сейчас не знакомился, Виктор. Я почему вас собрал сюда? Знаете почему? Потому что для Аматровского театра вы совсем уже много начали гастролировать. Я не знаю, как вы это организовываете, я не знаю, откуда берутся, ну, финансы будем так говорить, потому что уже сколько спектаклей было одного и второго. Вчера мы отыграли в Первомайске 12-й спектакль нашей кухни, и где-то за 10 мы уже сыграли «Рай на земле». Десятый был в Черкасове. Я предлагаю, знаете, что сделать? Давайте, мы же ездили вместе в Краматоргс, да? Мы сделали, ну, так немножко необычно, мы не снимали спектакль в Краматоргске из зрительного зала на сцену, а сняли за кулиси. Давайте сейчас посмотрим и вспомним, как это было. Доброе утро! Так, завтрак приехал. Ирина, где банка? Давайте, чай, возьмем. Ты мне сахар, я сахар возьму, я сахар возьму, я сахар возьму, я сахар возьму, я сахар не возьму. Соседи мою тоже возьму, я не возьму. Если у нас в декорации кровати медицинские, то здесь на подборе было, было очень проблематично. Поэтому нервы за кулисами у всех, конечно, репетиции практически не было. Но вот сейчас незаметно, что все нервничают. Ну, конечно, у них подход, как бы воспитание, театральный, то есть профессиональный подход к спектаклю. Но зато прием, вот прием Краматорска, наверное, сгладил все вот эти неудобства, которые были. Ну, вы помните, да, что и проживание, и нас в окружении, как я не знаю. Да, стоит напомнить, что говорили зрители, что вы услышали ушами после спектакля, как они воспринялись зрителем. Ну, знаете, хвалить самих себя не хочется, я всегда говорю, пусть это делает зритель. Ну, так зрители не сгеровать. Вот видите, как они... А, вы говорите о волнении. Какое тут волнение? Это уже после спектакля. Ну, вот, вот так вот вспомнили. Ну, теперь давайте все-таки, Виктор, познакомите. Ну, знакомлю. Ну, самая маленькая кнопочка сейчас наша, это Полина Романчук. Несмотря на то, что она маленькая, на сцене она больше, чем ее мама. Так. Да, вот как бы. А кто мама? Мама Аня. Ах, вот так вот. Мама Аня. Пожалуйста, операторы, покажите детей крупных. Они мне очень нравятся. Рита Шведова. Ну, Рита пришла ко мне с первого класса, вот она уже четвертый класс. Такая, она уже лауреат из многих конкурсов, у нас сольных чтений. Да. У нее уже роли в спектаклях, вот одна из главных ролей у них последней сказки, как «Зайчик умный стал», она играет ежика, очень такого серьезного, хорошего ежика. Кстати, спектакль в Киеве взял второе место на всеукраинском фестивале, среди детских спектаклей они играли в Тюзе, тоже спонтанно, как всегда, в фестивале. По райдеру не все декорации нам дали, но не молодцы, справились, второе место взяли на Украине. Ну, давайте, мама Аня, мама Риты, вот с этих двух маленьких звездочек выросли большие звезды. Они нас научили быть артистами. Я первой репетиции дома у меня были с моим ребенком, и она мне говорила, мама, тут ниже, тут выше, тут пауза, она меня учила изначально. Ну, 4 года, это уже опыт. Так вот так вот запоминаете вы, да? Изначально я ее учила, мы с ней учили стихотворение, вместе с ней могу рассказать любое ее стихотворение. Это в самом начале, когда она... А потом, когда я стала свою роль читать, я оп, и не понимаю. Вроде как ее стихотворение понимала, когда кому-то объясняешь, ты понимаешь, а когда сам столкнулся, и не понимаешь. И первые мои роли мы вместе с ней учили, она мне читала другие слова, а я реплики подавала, а я уже свои реплики, я вместе с ней репетировала. Ну, давайте так, вот мама, вот дочка. Давайте покажите свое искусство, и дочка, и мама. Ну, мама, я не знаю, Снегурочка, Рит, расскажешь нам стихотворение? И далее политику, да? Мы сейчас учим, это у нас экспериментальный стих, он в процессе, но мы вам первым покажем немножко стихотворение. Для всех телезрителей, давай. И далее политика, прославилась бабонька, циквала собегание, нечевья, просто так. Теперь музеях Пушкина зі стіна чима кліпає, за віалом ховається, коли экскурсовод. Ні-ніта й скаже, ось вона, то самосвітська дамочка, которая цьковала генія, нікчемна, а й вона отруто ж меню вкинула, де наклопи варилися. І є в його загибелі також її вина. Куди ж тепер їдітися? Безсмерті річ безвихідна. Тепер сиди у рамочці, прилюдно червоній. Він щедрий, незлопамятний, він вивів тебе з нечисті, без нього, без убитого. Ну, ким би ти була? А так усі розплутають по вузлику, по нитості. Жароків сто розплутають усе, що ти плела. Кальтеса була крильця, сріблястяя политики. Він пуркав, ти звивалася, як живчик і змія. Воно, звичайно, бувшою дружиною политики, хотів би залишити достойніше ім'я. І далі, і далі, сучасниця, і очі з поволокою, дитя розпустіграфською, рожденне безвінця, безжалістно толокою. Чого ж тепер ти вілом прикрила пів лиця? Чи ти... Занервничала? Нічого. Не може бути. У мене теж таке буває. Ну, знаєте, з камерою складніше, ніж з зверті. Ну, звичайно. Поліна, розкажете втверді? Давай. Буває часом сліпно від класи, спинюсь, не тямлю, що воно задив. Ці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незладливо, усе як є, долога, я воли, усе моє, усе зветься Україна. У нас віде так получилось, що прозвучала Лина Костенко в двох исповненьях. Понятно. Ну, знаєте, руководитель выбирає. Ну, я вообще очень люблю Лина Костенко. Не просто, да. А ви знаєте, да, що сейчас Лина Костенко собирает подписи подати на Нобелівську премію. Це слава Богу. Наконец-то. Наконец-то хоч один украинецкий человек будет, украинка или украинец, будуть лауреатами Нобелівської премії. Все-таки украинська земля действительно по-настоящому талантлива. Скільки народу повыходило з України, як вони розшлися по світу. Може, ми... І з Николаївську так вийде. Да. Ну, а мама що скажет? Я просто горжусь своїм ребінком. Горжусь тем, що вона мене привела в театр. Я її привела... Я ще не розуміла, куди я її привела. Я просто хотела її привести на якийсь кружок. Так получилось, що був театральний кружок. Ну, і привела. Не був там... Я сама любила театр. Але ніколи в житті не подумала, що буду в ньом играть. Я восхищалась всегда актёрами. Але дочка пошла в театр, я как бы даже не восприняла изначально серьёзно. Ну, читали вони стихотворення там. На первом етапі, как бы... Ну, коли я сравнила уже по шкільной программе її і других дітей, це на уровень выше. Даже не на уровень, це намного выше. Вообще, це ощутимо вже то, що дівочка ходить в театр, да? Ощутимо, тому що я слышала, як читають її ровесники, які не займаються. Це ощутимо. Поэтому і себе захотелось... У них читання в школі менше 12-11, оцінки просто нет. У мене вот дочь тоже их однокласснице. Я кажу, що там, читання 12-12, або це не считається? Давай по другим предметам. А що таке читання 12-12? Чтення, 12 баллов. 12 баллов. Бося оцінка. Так, правильно. Я кажу, чтение не считається. Говорю, мені інтересується математика, англійський. А чтение я не понимаю, що буде 12 баллов. Так, все так. Второю маму ще не слухали. У нас ще, як би, оцінок нету. Она только первоклассниця у нас. Но все равно, вот эти занятия, я считаю, что прививають все-таки ребенку любовь к чему-то хорошему, доброму. Они понимают, что, ну, как-то творческие боли. Она у нас вообще сама по себе девочка такая творческая. Что хочу, то и вытворяю. Но їй очень нравится. Она любит заниматься, она любит выступать, ездить, чтобы, ну, как бы, ее видели. Ей нравится. Она, как бы, немного, недолго занимается, но... Ну, в течение года она уже выходит на сцену. Вот у нее, скажем, у нее стаж творческий больше, чем стаж общеобразовательной школы. Это хорошо. Да. Это очень хорошо. Так, а теперь расскажите, как вы входили. Вот давайте, мне же это интересно, вот в тот спектакль. И первый раз на сцену, я о взрослой говорю. А, Виктор, давайте вот на эту тему поговорим. Ой, ну, вы знаете, вот, если с Аней Романчук... Да. То есть, изначально мы, когда начали спектакль, вообще спасибо выборам. Вот знаете, выборам, не за то, что выборы, а за то, что мы, они были в комиссии, вот это, которая там бумажечки пишет. Да. И они мне говорят, ну, сделай с нами спектакль. Ну, что ты, ну, вот сделай. Ну, давайте, приходите. И вот с выборов началось. И мы начали репетировать, собрались и пошло. Изначально, как только я вот пьесу взял тогда «Рай на земле», я сразу Аня сказал, ты одна, и то есть я никого второго на роль не брал. Аня сказал, говорю, «Галю играешь ты». Вот ту вот подругу Регинки, тоже с тяжелой судьбой. Говорю, это ты, ты сыграешь, то есть стопроцентно. Аня у нас внялась в коллектив, потому что, ну, люди работающие, не все могут приезжать. Уезжаете, по-моему, в Краматорск это была твоя первая? В русском театре, а потом в Краматорск. Да, вот, а, сначала мы в русском театре сыграли. В театре «Кукол». В театре «Кукол», второй спектакль мы играли. Аня ввелась, и вот пошла потом. Сколько спектаклей, давайте напомним, было уже? Десять. Уже, да, десять уже было. Десять спектаклей. Да, ну, это считайте, что с апреля десять спектаклей мы сыграли. Вот не хочется дать, вот, вчера так и подумал. Ну, конечно, я тебе уже говорил, что хорошо было бы, Асю Котляр пригласил Николая. Мы созванивались с ней, списывались, у нее учитель, она же учитель. Она учитель, и поэтому, но надо все приложить, чтобы этот один... А она просит нас на следующий год приехать к ней. Вот, я же говорю, вот это же, какой город? Клапида. Клапида. Ну, это было сверх шикарно туда поехать. И фестиваль театральный. Да, поехать туда и там показать этот спектакль, потому что ты же первый начал ее спектакли. Вообще, вообще первый режиссер, который открыл ее как драматурга для сцены, был я. Да. И на сегодня только наш Николаев и Башкирия лидируют по количеству поставленных ее спектаклей. Уже она пошла по этому поводу? Ну, нет, у нее уже 188 постановок по Европе. Ага. То есть она уже ставится везде. В Израиле она ставится много, но сама на еврейках. То есть еврейский театр открыл сейчас в Клапиде, где тоже ставится его пьесы. Ну, я не знаю, мне кажется, это настолько вот человек, чувствующий боль другого. Вот, очень часто использующий еврейские моменты, да, вот она там... Много говорит о евреях. Но в то же время она настолько поддает вот это родство народов. Евреи, украинцы, любовь, дружба, взаимопонимание. Ну, глубокая она. Она, во-первых, очень женский драматург. Очень много о судьбе женщин в разных социальных условиях. Я, когда я читаю ее пьесы, мне каждая пьеса находит... Я ее вижу. В основном так получается с ее пьесой. Ну, и чтобы эту тему уже немножечко закрыть, я должен сказать зрителям, что ты еще один спектакль сейчас ставишь по пьесе Аси Котляр, но уже в профессиональном театре. Расскажи об этом. Ну, это самостоятельная работа в русском театре. Тоже на основе реальных фактов, как любит Котляр писать. Называется «Последняя любовь Сонечки Бейм». Драма со вставками комедии. Это история о еврейской актрисе, которая на старости лет оказалась в доме престарелых, ну, не совсем здоровых людей, которая живет в своем вымышленном мире, общается с людьми, которых на самом деле уже давно нет. Вот, ну, вот, она с ними общается. И встречается с молодым человеком намного моложе ее. То есть, она даже на 10 лет старше его мамы. И вот он у нее влюбляется. И вот, как бы, вот эти отношения скрашивают последние дни ее жизни. Вот, как бы, вот эта любовь, вот эти чувства. Я рад, что отозвались актеры. То есть, вот так потратили свое время. Это не их профессия. Это самостоятельная работа, я уточняю. То есть, вот, отозвались, сказали, да, давай будем делать. И 23-го числа уже премьера в русском театре. 23-го числа, да? Да, да. Сколько человек играет? Четыре. Четыре человека, да? Ну как, нормально все. Вот актеры, нормально? Вот нормально, скажет зритель, знаете. Нет, ничего, ничего. Нет, актеры, я... Они завелишь, как говорится, или нет? Вот я придерживаюсь принципа, может, потому что в прошлом я актер, что нет плохих артистов, есть плохие режиссеры. Если что-то будет не так, это вина только моя. Актеры, ну, они дети в каком-то плане. Знаете, вот интересно за ними наблюдать. Ну, за главной роли Сонечку Бейм играет заслуженная артистка Украины Сталина Васильевна Логашняк. Ее подругу Марину Андреевну играет заслуженная артистка России Людмила Григорьевна Соколова. А Васю, этого молодого человека, играет Роман Шворок. Медсестру Валечку, две актрисы играют, Даша Шах и Дарина Пундева. Каждый, вот, ну, это, ну, я понимаю, что это жертва своего времени, какого-то личного, но такая самоотдача, вот, просто, для меня это восторг, я преклоняюсь перед этими людьми. Более подробно мы будем говорить во второй передаче, продолжение этой передачи. Я пригласил туда и Виктора Смирнова, и Сталину Васильевну Логашняк, и мы немножко поговорим о творчестве и Русского театра, и о творчестве Сталины Васильевны, и о вашем творчестве, Виктор. А сейчас, знаете, чтобы немножечко разговор прекратить, давайте вспомним и посмотрим отрывок из другого спектакля. Пожалуйста. Мама, ты и я, есть кто-то живой? Элечка, девочка, ты приехала, здравствуйте. Здравствуйте, дорогая, здравствуйте. Я с это долго, мам, мы тебя поздравили, помогли. Кто бы сомневался, что ты надолго? Элечка, ну, не хватись сегодня. Ты же знаешь, мама будет переживать, что тебя за столом нет. А ты, руки, вот месяц ничего нет. Откидай ни слуху, ни духу, хоть ты рядом живешь, не уходи. Нечего с ума скобить. Ничего, спасибо, Юрочке, не случится. Ну, не скажи, не скажи. Там все-таки горячая точка. До нас такие слухи-то ходят. Никакай. Никто бы не заставлял солдат верить сюда. Ну, во-первых, он не солдат, а майор. Во-вторых, девочка, какая профессия, родину защищает. Это ты мне говоришь? А что же эта родина тебя не защитила, когда ты идял на сорок термом по карабке? Не защитила тебя родину. Или потом она тебя не защитила, когда тебя мама там в сараюшке почти три года прятала. Или потом, когда твой родный папа в израиловку смутался, а тебя по органам на таскальчик не посадили. Не защитила тебя родину. А Юрка дурак пошел до родины защищать. И самое главное, непонятно, от кого? Эля, он долг, что интернационально исполняет. И ты, сопнячка, не смеешь так рассуждать о родине. Она тебя вырастила, выкормила, образование тебе давать. Ладно, мамцы, грубить дела. Почти. Только это вы, с мамкой, вырасти, выкормили и образование дали. А родина платила маме мизерную пенсию за украшевого старого гран-папы. Только бараник от чего стоит. И хватит об этом. Где мамка? На базар пошла, стол сделала. Тебя вот ждали. Ой, мамка, что ты, дорогая, с днем рождения. Не дощай, ты тебе за дружину без кем-то. Поздравляю! 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 Спасибо! Ну зачем, девочки, кошка? Ну зачем? Ну не нужно было. Ну прямо как-то и... О, моя... Ой, ну... Сырочка, ну ты же знаешь, что я их не ношу. И все равно каждый год мне их дашь. Сырочка, ну посмотри, посмотри. Посмотри, Юра. Посмотри, сколько их у меня. Может, мы их дарим? Сырочка, ну? Маня, ты радуйся, что я дарю тебе эти чутки? И моли долго, Манечка, чтобы они мне ничь кончились. Может, ты и живешь до тех пор, пока я тебе их дарю? Ну, Виктор, это же что, получается, для вас это премьера, профессиональная режиссерская премьера или нет? Или вы ставили? В русском театре, это премьера. Премьера, да. Я поздравляю вас. Прошу вас, чтобы все присоединились. Все-таки смотрите, как получилось. Начиная вот от самых маленьких, вот поднимается человек, поднимается, поднимается и поднимается, и это очень здорово. Разница, вот скажите, чисто профессионально, разница подходов с аматорами и с профессионалами. Есть она, если есть, то какая? Конечно, есть, но изначально профессионалы подходят к этому как к своей профессии, то есть все их время, вся их жизнь, ну процентов 80, у кого-то из 100 сосредоточено на театре, на сцене, они этим живут, они этим дышат, ну у них жизнь, вся жизнь театр, да, вот это конкретно в случае актеров. В случае аматоров немножко другая ситуация, потому что это люди работающие, люди, ну, они должны кормить свою семью, они должны зарабатывать, и это люди, уделяющие свое свободное время, да. Кто-то уделяет там просто семье, там разведению кроликов, огороду, цветов, а эти люди, которые, я часто слышу, вот когда они бегут, там дома не успел посуду домыть, не успела приготовить, там звонит, там сделаешь себе сам, я не успела, но в то же время они уделяют, и это тоже, но для меня это, я чувствую в том плане ответственность, что люди отрывают свое время и отдают его для чего-то, уже я несу ответственность за это их время, то есть они жертвуют свое время для того, чтобы потом выйти на сцену и показать хороший продукт, ну я надеюсь, что этот продукт будет хороший, и мне не будет за них стыдно, и им не будет стыдно, что они играют в таком спектакле. Точно так же, костюмы, декорации, если театр это база, это цеха, то тут у нас приходится все делать своими силами, от костюмов до реквизита, у нас допустим спектакль «Наша кухня» всегда смеется. Что-то условно даже получается. У нас на каждый спектакль идет колбаса, исходящий реквизит, который я доедаю в конце спектакля. Мне нравится, как в интернете ты показал, что пень где-то, вам подарили в театре пень, уже есть что-то такое, да, оформление. Да, у нас все на счету, все вот как бы, да, мы зарабатываем спектаклями для чего-то, для того, чтобы мы сделали... То есть вы обживаетесь, да? Да, да. Хорошо. Я хочу спросить у вас, вот как понятия первый раз вышли на сцену для взрослых? Мандраж был, и как преодолевай, и вот давайте вместе, как, Виктор, как ты вот преодолевал, помогал преодолевать, и как они себя... Ну, Аня у нас морж, Аня крайний. Я всегда говорю, это как в холодную воду. Вот сначала страшно, а когда выйдешь на сцену, ты забудешь, что страшно. Когда придешь, будешь опять бояться со сцены. Ну, в принципе, для меня так, даже вот, когда много на сцене, но какой-то период времени не выходишь, и ты понимаешь, что ты идешь на сцену, какой-то тримор у тебя начинается, вот, вышел на сцену, все, ты в своей стихии, тебе все нормально. Ты вернулся со сцены, и опять начинается тримор. Так и я им говорил о том, что этот процесс вхождения в холодную воду. Сначала страшно, влетел, купаешься. А вот теперь хочу самых маленьких спросить. Вам страшно здесь вот сейчас на телевизионной передаче или нет, а? Не сильно. Не сильно, да? Но немножко. Так, а ну давайте по одному еще короткому стишку прочитайте, чтобы мы вас запомнили. А потом знали, когда вы вырастите. Вот они какие были маленькие, вот как они читали. И какие они сейчас стали взрослые, талантливые. И все их знают. Давай, пожалуйста. Так это же про Воскресенск, про родное село, да? Кто же это написал? Я. У нас просто было Денья Воскресенская, и готовили программу. И я очень хотел, чтобы она вышла вот этой будущей Воскресенской. Так, еще минутка осталась. Давай ты, доченька. На рослах, на водах, на всех переходах, Курлича мене в журавлиных ключах. Моя Украина, родима краина, Ясни небеса в материнских очах. Я чую твой голос, пшеничный твой колос, И душу мені засівает зерно. Моя Украина, колиско-колина, С твоего векна светит доля мені. Ну вот, все. Разговор наш закончен. Я думаю, что он не последний. Я желаю вам шикарных гастролей. Я желаю, чтобы мы чаще снимали вас, как вы живете, работаете, продвигаетесь по этой творческой жизни. Успехов вам, дорогие. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. До свидания.